Сложно поверить, что до сих пор в Ульяновской области есть первоклассные мастера резьбы по дереву. Особенно их много в Кузоватовском районе, где жил и творил умелец-самородок Семен Сорокин. Двое наследников Сорокина, Владислав Тагаев и Александр Артемьев, согласились провести на территории Ульяновского музея Дом Языковых любопытный мастер-класс «Как делать наличники. Реставрация наличников». Но для начала Владислав Тагаев познакомил участников мастер-класса с историей резьбы по дереву с разнообразием наличников в населенных пунктах Ульяновской области и видами орнаментов и резьбы. Классная резьба отличается тем, что мы делаем сувениры. Эти сувениры не просто вырезаны, но на них нанесена резьба по цветному фону. То есть там есть какая-то идет полоса, она покрывается в глаз, что лакируется, и по цветному фону уже геометрическая резьба, орнамент идет. В практической части занятия ведущий показал, прежде всего, как надо пользоваться инструментами. После чего участники попробовали самостоятельно создать простейшие орнаменты на липовых дощечках. Среди желающих освоить новый вид ремесла было много волонтеров культуры. Собственно, ради них и проводили этот мастер-класс, который стал частью проекта «Музейные волонтеры. Наследие Симбирска». Волонтеры не только помогают в организации каких-то экскурсий, выставок, но они же могут выезжать в районы, помогать в реставрациях. А у нас много сохранилось старого деревянного зодчества, которого с каждым годом все меньше и меньше. И эти знания могут пригодиться там. Как оказалось, не так-то просто сделать ровный надрез, да еще при этом не порезаться. Мастера строго следили за соблюдением новичками техники безопасности. В финальной части мастер-класса кузоватовские умельцы пригласили всех в Кузоватовский район, чтобы воочию увидеть, как делают наличники и другие резные деревянные изделия. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.